Я с этим колонном сколько намучился, сколько я им бил, бил, мне весь себе позвоночник вытрях. После таких упражнений там можно сразу идти в ВДВ или ОМОН сразу, ну куда угодно. Ты два взял колонна с собой? Это, конечно, наш один все-таки железный. Я один в прошлом году оставлял, это он и есть. Вот этим в прошлом году я и колол, только березовый колол, подумали в лесок идти, подумали дождь начнется так, а как дальше? Подумали, да ладно, досадим. Накопали малины, тележку нагрузили, инструмент взяли, шарика взяли, поехали. Потом брат говорит, самое ужасное будет, если пусть у Виталика не получится с батюшкой поговорить или встретиться. Он пойдет, скажем, искать куда-нибудь в лес, а нас там нету. И где он будет нас искать, надо сказать ему. Решение было принято быстро, мы шарика взяли, шариком помчались, с такими буераками обходными путями, через запретные огороды. Тебя сколько в планах наколоть сегодня? Ну тоже можно что-то делать. Ну можно, но вот он говорит, я одной рукой, а может темпа получилась, это тяжелое, чтобы одной рукой неудобно. Одной рукой это для высокого темпа именно. А как? Да, он при меня вот так вот держит, одной рукой ставит, так вот руку, когда колет, вот левую, он вот так вот ставит, чтобы не попасть по пальцам, и прямо сюда, к второй рукой бьет, вот сюда. Так? Да, да, да. У него сила там развита. Я не понимаю, как это делать. И вот приходится за каждым вот так вот нагибаться, ну. Конечно, это время уходит. Ладно, пойдем и шариком дальше. На шарик. Пошли. Шарик решит оттуда. У нас тут обстановочка. Школа. Школа, школа. Я скучаю. Батюшки. Батюшки на бунгало. Даже не бунгало, это целая коттедж. На выход. Идем дальше. Обстановка в деревне. В 1 Коринфянам 9 глава с 19 по 27 стих нужно выучить. Повторяем. Показано. Ибо будучи свободным от всех, брат с гостем. Батюшки на бунгало.